Сегодня мы будем общаться по поводу нестривиальных вещей. Можно ли в MongoDB сделать SQL-ную квырю? Как многие говорят, нельзя. Есть различные Hadoop решения, есть GDB-сишное решение, которое позволит это сделать. А тут именно стандартное нативное решение, так хорошо сказано, нативное решение от Bazre, которое называется Foreign Data Vriper. Что это такое, с чем его едят и тому подобное. Вообще, сама технология появилась в 2003 году, и PastGrey ее сам пропагандировал для подключения между его разными инстансами баз, для того, чтобы можно было между ними передавать запросы, гонять данные. Вот таким вот образом. То есть это своеобразный аналог ораклового дебылинка, который позволял между оракловыми инстансами в виде какого-то ораклового контейнера с большого контейнера в маленький перекинуть данные. Вот, поэтому в PastGrey в 2003 году придумали они, ребята, эту технологию, анонсировали свой драйвер родной, добавили его в свою поставку. Работал он, ну, он был написан на C и использовал такую библиотеку, как Connection Pool, соответственно, была огромнейшая проблема в стриме коннектов, что-то там в районе 4096 коннектов всего лишь он держал. И, ну, данных за единицу времени там пробегало, по-моему, около 4 гигов. И потом он просто загибался, потому что дескрипторов в пуле просто не хватало ему. Ну, такие ограничения. Потом они стали использовать более новые версии драйвера. Вот, ну, все было круто, все было замечательно. В общем, сейчас эта технология у них реально классно работает. Я с помощью нее на фриланс-проектах гоняю данные там объемом порядка полу терабайт. Без всяких вопросов. Все отлично пролетает, никаких задержек нет. Так, сейчас вообще вернемся к тому, что у нас есть вообще по самому форум-дата-врапперу. Как такового форум-дата-враппера у пазгресса нативной поддержки внешних систем, таких как Mongo, таких как Hadoop, Oracle, нет. То есть это все они сделали свое IP, на базе которого говорят, ребята, вот там есть сишный драйвер, берите его, используйте, делайте коннекторы и работайте с ним. Ну, отлично, хорошо, многие это делают. Вот, я вам тоже, тоже тот же самый коннектор взял, то есть сишный драйвер под Mongo. И вот там просто немножко переделал. Вчера, вчера, сегодня ночью сидел с ним вопросом, потому что очень захотелось попробовать, то есть изменить тот же connection pool на стандартную библиотеку connection. Вот, ну, прирост достаточно хороший был дан, то есть он начинал работать вполне нормально. Все покажу, все увидим, все будет замечательно. Что нам позволяет вообще сделать этот врапер? Врапер нам позволяет подключиться к удаленной какой-то сущности, используя стандартные SQL-квери, передавать туда данные. То есть врапер можно представить себе как своеобразный прокси-сервер, который нам транслирует запрос от SQL-квери и на какие-нибудь журналируемые базы. Ну, к примеру, с Mongo это будет представлено. Да, но здесь уже каждый сам должен подходить к такому вопросу. Либо они теряют то же самое Epic, о, эсет себе, вот, и приобретают такие возможности, как большое скалирование, быстрое добавление ресурсов, вот, либо же они имеют транзакционность. Ну, и, по-первых же, более поподробно, как это все было. Значит, в 2003 году в Postgre столкнулись с SQL-ной спецификацией, такой как Management of External Data, и они решили ее добавить у себя. Ну, более подробно у них можно прочитать на страничке по их форм-дата враперу, да, и что там есть, что как там можно сделать, все. Но полностью всю эту поддержку, работа со своими пасгрессущностями, они допиляли только в 2011 году. Поэтому вот этот промежуток, 8 лет, они, наверное, искали какой-то там сешный драйвер, либо что-то такое. Так я не смог понять, что там у них происходило в этой подкапотной ситуации, но реально сейчас работает все круто. То, что было раньше, ну, это не то слово. Вот. И, ну, если так подумать, да, вообще, что же такое SQL-MAT? Это Management of External Data, такой своеобразный стандарт, который представляет собой, как уже говорил, DB-Link, либо Data-Link, который специализированный тип SQL-а, который позволяет получить доступ к рулу удаленной базы. Под капотом, под капотом у этого всего, вот я здесь даже накидал немножко сэмплов в виде кода, да, это реальная функция Хендлера, функция External Link, и все. То есть, если мы более подробно подойдем к этому вопросу, то у нас получается, что мы имеем только какой-то опциональный код, который нам позволяет к этому вопросу удаленно подключиться, и больше ничего. Реально, вот чувак, не знаю, как его там зовут, не дочитал я у него, он вот здесь, на этом блоге, на своем, он просто это описал просто очень классно, то есть там достаточно все просто и понятно, как, почему, для чего этот Хендлер нужен, для чего нужен External Link, как они между собой будут взаимодействовать, почему используется именно Connection Pool, первоначальном стайпе был. Очень-очень очень-очень хорошо описал структуру C-шного драйвера, который используется, например, для того же самого Mongo. По крайней мере, когда я переделывал этот драйвер для себя, мне стало это понятно, вот между того, что я, блин, ребята, это просто, это просто две копейки, то есть мы реально имеем просто внешний драйвер, в который мы добавляем какие-то хидры, добавляем библиотеки, которые нам нужны для доступа, добавляем Connection Pool и все. И нам останется только в виде опционального передать туда IP-шник, ну, типа какой-то URL к этой базе, название самой базы, опционально мы передаем туда пользователя для того, чтобы залинковать того же самого пользователя пасгрэ с внешним пользователем, это же Mongo, да, для того, чтобы пойти то же самое, может, там какой-то стоит Scrum, да, либо какой-то другой вариант аутентификации, мы проходим и начинаем работать, переделывая сам запрос из SQL-ного в Mongo-овский тип и получая себе эти данные. Реально это круто, потому что, ну, в тот момент, когда мне это было надо там в одном из проектов, я подошел вообще, я подошел левым путем, то есть, я формировал себе через SQL, экспортировал данные, сериализировал их на диск, потом импортировал данные через Mongo-импорт, ну, такой огромнейший путь, то есть, мне там надо было в процессе сериализации добиваться расположения табуляции, добиваться расположения запятых, то же самое я сталкивался с проблемами переноса данных, которые были самой первой проблемой, самое главное у меня это была проблема дисковая подсистема, она нещадно тупила, вот, это, это просто был ужас, а при условии того, что надо было притащить порядка двух терабайт данных, это, ну, времени это заняло на полный перенос, проверка, с валидацией схемы, с валидацией всего и вся, порядка трех недель, там, в принципе, периодически использовались то один драйвер, то другой драйвер, то есть, там, реально стояла под капотом ОРМ, на базе Java, там, гибернейт был, ну, перетащить данные, это одно, да, отвалидировать, это их совершенно другое, там, еще надо было создавать схемы переноса, поэтому это, это просто нереально долго, поэтому сейчас, вот, вот, если сейчас, в текущем моем понимании, посмотрите на эту проблему, блин, яйца выедено, не стоит, если использовать Wrapper, Wrapper решит кучу проблем, к примеру, если мы возьмем тот же самый Wrapper для Hadoop, да, мы обойдем проблему апдейта данных, то есть, мы сможем быстро инсертать данные, при том же скорость работы Wrapper, активность к своему Hadoop, если подменять опять же Connection Pool на просто на Connections, то в разы возрастает, вообще, если мы так посмотрим на их сайт, то у них там, сейчас мы даже откроем, да, открывается, открывается, да, вот, у них там такое большое количество Wrapper, да, но они все не их нативные, поэтому стоит с осторожным, с опасением подходить к этому вопросу, если мы видим, ага, вот где, что там, Multicorn, что-то сделал, так, посмотрели, ну, я его разбирал, смотрел, он на Python, написан для Python-ских сущностей, для доступа, вроде как хорошо, вроде как замечательно, но, блин, мы же хотим нативным языком, мы же хотим сквелкл-клориями пользоваться, поэтому я вот взял у них стандартный драйвер, который под external, ой, Enterprise Database Version, вот этот, вот, немножечко, допелял, вообще чуть-чуть, и все, я получил то, что мне надо, вот, да, сейчас вернемся там, нашу страничку назад, да, еще раз, все, 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 что у них есть, вот, все, что здесь написано, все у них находится в бета-тесте, поэтому использовать на свой страх риск, но огромный плюс, что комьюнити, к этому вопросу, комьюнити, точнее, по любому коннектору, по-любому в раппору до такой степени огромное, что ответ на том же самом стаке, да, либо на DB Exchange получается, ну, не знаю, если 5 минут пройдет, и ты не получишь ответа, это уже плохо, поэтому со стороны поддержки на базе комьюнити это классно, хотя со стороны поддержки на базе тех людей, которые пиляют эти в раппоры, то там не так все весело, то есть я смотрел по ищу навигатору на в раппоры для Монго, некоторая поддержка пилилась там месяцев 7, 8, некоторые фичи быстро допиливались, то есть в течение 15 минут все было решено, но если надо разобраться, то лучше здесь сесть самому и понять, что у тебя там происходит. Для всего этого дела я создал в себя такой небольшой environment, я честно хотел это все дело нафигачить с помощью вагрантов и ансиблов, не успел, потому что начал писать, то там меня на моем проекте перебили, то еще где-то перебили, и я не все успел это сделать. Поэтому сейчас мы здесь находимся, да, мы находимся на одном из этих серверов. Здесь у меня стоит Ubuntu 16.04, это был у меня дистрибутив минимальный, я на базе него докинул Package Config, и вот как раз с этим Package Config там произошла такая прикольная вещь, что в тот момент я его докидывал, я понял, что блин, они реально используют самый обычный сяшный драйвер. Тут мне уже стало более интересно, я начал разбираться с том, что в нем внутри происходит, и теперь даже готов всем показать. Так, кем мы там находимся? сюда так, мы вот это папочка, в соответствии с инструкцией, которая от Enterprise Database мы должны скопировать, сделать их hit-clone, их питовые ветки, планируется в папку Mongo FDW, вот, потом у них они написали Сашник, за счет этого Сашника уже начал разбираться, что там внутри происходит, сейчас мы перейдем в эту папочку, вот, так, где этот Сашник, а вот он, AutoGen Саш, так, так, итак, ну, здесь написано, что он для себя представляет, то есть, они реально используют Mongo Connector версии 1.95, но тут маленькая, но они используют его без патча, то есть, я там уже с ними договаривался по поводу патча, написал им сегодня ночью письмо, вот, ну, и тот патч, который я засовывал в сам драйвер, это в виде из того, чтобы я изменил Configuration на Configuration С, стало работать быстрее, мне это понравилось, круто все, плюс они используют сами патч для JSON Builder, вот он, который нужен для компиляции Bison объектов, а, правильное решение, вот, потому что они почему-то заточились на версию JSON 0.12.1, версия не последняя, как вы видите, она 16-го года, то есть, она такая старючая, там, передать невозможно, но она рабочая, там есть небольшое битовое смещение в компиляторе, которое, с помощью которого не надо пропускать шареные либы, вот, поэтому для того, чтобы собрать все зависимости, мы должны еще, мы должны еще здесь указать такие вещи, как, то есть, я добавлял Package Config, в Package Config мне добавилось make, automake, autoinstall, gcc, ga++, и там добавились различные версии, вот, если мы перейдем на их сайт, смотрим и сразу и прыгнем, то мы видим, что у них есть определенные версии того же самого для работы с JSON, то есть, которые не пересобирают в JSON-объект, то есть, им нужно от 1, 0, то есть, у нас в пакете, который мы собираем, еще раз, то есть, мы собираем до версии вот здесь она будет собираться, здесь мы разархивировали, собрали, мы собираем через authorization, и вот здесь в JSON-Live в JSON будет собираться вот здесь, в этой части, то есть, мы уже будем собирать версию 1.0, то есть, ту, которую они здесь хотят себе. Mongo Connector, они собираются с поддержкой Libeson System, самое интересное, я вопрос я не разбирал, но сейчас как раз мы с вами играем, да, Libeson System, по-моему, он собирается без этой поддержки, а она добавляется в виде зависимости, в виде dependency injection в Mongo C version, да, нет, все-таки, все-таки она должна собираться здесь, здесь, здесь мы собираем, удалили, часом, 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 тян-тян, 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 тян-дян, да, они собираются поддержкой с автомодом, и с поддержкой SSL, я не использовал SSL в данной конфигурации, ну, просто решил не проверять, хотя я могу предположить, что в этом случае будет намного медленнее работать, потому что будет формироваться секьюрный канал, для формирования секьюрного канала, там уже со стороны самого Mongo, у меня Mongo стоит 3.2, там будут большущие задержки, поддержка здесь у них включена в пакете, да, все окей, все хорошо, что они говорят дальше делать, то есть они говорят дальше, то есть типа вы выберите себе, смотрим на них сайт, у вас есть несколько вариантов сборки, то есть если у вас Legacy, то вы должны и чтобы у вас была поддержка Mongo DB драйвера, поддержка в Sona, должен ставить package конфиг с его путями и должен быть непрерывная установка вот здесь. Вот. В принципе, если честно, то если мы будем собирать типа через make, make install, то у нас будет уваливаться ошибка о том, что не может залинковать не зашаренные библиотеки. Это сколько я читал, разбирался, достаточно часто ошибка, то есть там можно через no dependency сделать, вот, вроде как должно работать, но я пошел по их пути, то что они предложили, я сделал make, make install, все отлично, все собралось, все быстро стало, да, только они здесь забыли указать, что типа запускаем ld-config, вот, там ld-config у нас посмотрят просто на шареные библиотеки, вот, ну, его надо запускать с ключиком минус v, все будет замечательно с тем вопросом, соберется нормально, если там интересно, могу даже там накропать какой-нибудь скриптик на базе того же ансибла, для того, чтобы это собрать, может быть, куда докер-контейнер могу сделать, вот, после того, как все это соберется, оно инсталирует свой Mongo FDV драйвер в PastGre, и вот здесь самое интересное, то есть, они анонсируют, то есть, ну, здесь, что-то у них на сайте не увидел, вот, но, когда стал потом дальше копаться, разбираться, они, их драйвер работает с Mongo, ой, точнее, с PastGre, версии 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, то есть, версии ниже, чем 9.3, 9.2, уже не поддерживается, то есть, надо уже брать старую бренчу, из нее уже что-то тянуть, вот, там, долго разбираться, ну, по крайней мере, старая бренча не поддерживается уже на базе, того же самого, что я попытался, что сделал, на CentOS 6, то есть, там, для того, чтобы меня собрать, на старой бренче пришлось ставить либо со из исходника, собирать его полностью, работа не из легких, ну, если так прикинуть, то, в принципе, потраченного времени, порядка двух-трех часов, выкинутых из жизни, пока сидишь, разбираешься с его депенденциями, пока сидишь, думаешь, как бы туда вкрути, как бы подобавлять хидеры, как бы подобавлять connection, лозы, ну, в общем, долго, потом, ну, здесь не описывают свое использование этого драйвера, все точно, как у них, то есть, если, опять же, перейдем на наш тест environment, давайте, где-то у меня был, я уже могился, куда-то там, вот он был у меня, перейдем на пользователя в POSGRE, POSGRE, да, и, что здесь мы, вот, что же здесь все это создавал, да, что это, это, у меня, SPG Admin, так, вот они, POSGRE, вот, то есть, там создается Mongo, Foreign Data Vryper, вот так вот, нету, блин, ну, вот он есть, да, у него есть поддержка хендлера и поддержка валидатора, хендлера, это та всяшная функция, которая попадает внутрь, для того, чтобы держать коннектор с драйвером для Monge, опции, не указывал, security, тоже ничего не делал, то есть, я, грубо говоря, сделал по, тому, что здесь написано, то есть, create extension, да, все, create extension, все супер, create server, создали сервер, используя Foreign Data Vryper, с названием Monge FBV, здесь, такое внимание, case sensitive, если мы используем большую букву, оно ее не воспринимает в начале слова, но в середине слова воспринимает. Адрес, здесь я пробовал использовать как FQDN адреса, так и IPv4, с FQDN, происходил, если мы работаем с FQDN, происходит небольшой затык, в принципе, я его соотношу только с тем, что я использовал local DNS, в котором я прописывал зону, и скорее всего, просто где-то что-то с DNS было, потому что задержка реально была. Вот, потом поехали дальше, смотрим, здесь есть create user mapping, мы маппим пользователя Postgre на доступ к Monge серверу, который мы описали через Monge Foreign Data Vryper, с IPшником таким-то и портом Default 27017, но при этом, если у нас есть какая-то аутентификация на стороне Monge, то мы добавляем ее сюда, аутентификация проходит, все работает на ура. Ну, здесь создается табличка, давайте создадим ее, а, я ее уже где-то все передел, красиво она у меня была, так, вот она у нас, табличка, обязательно ждем Create Foreign Table, потому что у меня была проблема, когда я это все делал дома с Wi-Fi, что-то у меня, мой Wi-Fi начал подключивать, и у меня вот открыть Foreign Table, в Virtual Box, начал долго работать, и мне пришлось вообще там придумывать для две сетевых карты, вот, появилась надпись, что табличка такая у нас созданная, то есть мы замапили табличку, точнее, мы создали табличку Core Users в на Mongo сервере, да, сейчас мы глянем, появилась или нет, 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 где, нет, ничего, может быть, нет, ничего, может быть, это самое сделать поехали сладок ноль роута как никто не логинился еще у нас дам что . то нет писали создание Верховность должна быть создана новый коллекшн, где коллекшн? Ладно, сейчас разберемся. Вот, ну, в любом случае, кстати, проверим, у нас вообще есть. Живу, он работает. Окей, давайте, 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 давайте. Я там, если честно, накидал немножко данных, скачал их там. ЗИП-адреса с Америки, да, сейчас по поводу у них проверим, что-то там, сможем с ней забрать данные, да. Так, вот так, я там сделал зипс, да. Tableau я уже создавал, что-то, и поехали сюда, создаем. Волшебная палочка гермиона, она сработала, и нам выдались эти города, которые там есть, да. Давайте мы глянем, что реально этот зипс находится у нас здесь, да. Так, вот, кидал в тест, да, вот он наш зипс, и вот они наши. Там обычно выбирали, да. Встает больше что-то там. Ну, так, как и должно быть, в принципе-то. То есть мы опросили эти данные. Давайте попробуем туда что-то удалить. Так, са. Делает. Так, у нас там есть. Так, вот, 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 вот. хор уж давайте выросить и перенем в калычки не нравится можно еще так что нам сказала удалить но говорю простой сквельный курю она выполнена то есть вот это и есть тут мы джек то что мы реально можем работать простой сквельный курей из пастыре на доступе к базе данных которая которая является журналируемый тут уже у каждого свои варианты что это можно сделать то есть как это можно какими путями можно дальше пойти да то есть вот один из ребят которыми там они когда-то приезжали в киев на уроков нам рассказывали кучу интересных вещей пообщались мы по skype и он вообще говорит что можно использовать какой-то там дата вратер для коннекта на большую на дна распределенную систему монга дебешного кластера для того чтобы работать с простыми простой сквельный курю то есть а уже сам пост гре будет выступать в роли прокси чем плюс мы имеем одну точку входа мы имеем ну как бы своеобразную такую поддержку атомарности вот ну здесь так уже с такой небольшой издевкой но в любом случае почему нет почему нет использовать пост гре видит доступа виде какой-то прокси для того чтобы она работала как по мне то очень даже круто и очень даже замечательно плюс к этому ко всему позже достаточно такой хорошо развивающийся проект 10 10 ветка уже у них вышло все круто все замечательно быстрая поддержка быстрый бах фиксинг до некоторые вопросы у них фиксится долго ну ну в любом случае то есть уже как-то можно отнести к таким небольшим такому сообразно понять как enterprise решения поэтому вот вот такая вот простая ситуация давайте еще с другой стороны посмотрим то есть я уже говорил что у поздорове есть еще раз покинемся да ну поздорове есть поддержка к примеру через такое интересное у них с чем редко работали до пасгрей есть поддержка ходу по почему нет почему через почему не используете сквелк верю для работы с ходу по мы будем работать с простой стандартной сквелк верю также у него есть поддержка что там у нас еще есть раппера на операционную систему до в раппера на поддержку паролей что нас позволяет пароль где читать linux unix пароли групповые изменять групповые политики блин ребята и сквелинный курио изменять групповые политики по моему достаточно нормально вон там работа с докером можно поддерживать такие вещи как что здесь нас такое интересное езда угловский в в раппер то есть мы реально через мы реально идем на gcp через в в раппер что там пишет мультиком как обычно то есть через через по это через пик инсталл вот но в любом случае можно работать то есть можно можно поддерживать то есть есть поддержка и удапа то есть работа с управлением управлениями пользователя проблемами правами то есть сама идея использования на стильный кури через обгортку я куст который имеет доступ достаточно большой плюс да и ну в общем если у у кого-то будет проблемы с тем что не хочешь заизучать какой-нибудь особенный 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 какой-нибудь особенный там язык описания язык доступа к данным да то почему нет почему не использовать в в раппер да используя стандартный сквел там будет немножко проблемно с настройка потому что это не энтерпрайз разработка но в любом случае это работает и просто разобраться в сишном коде то что учили в институте то что делали не знаки это свои подделки какие-то писали да и все мы имеем себе рабочие решения вот поэтому вот эту страничку советую посмотреть читать ну и использовать вот так вот ну извините что там какие-то небольшие накладки вышли по крайней мере у меня дома все работало вот если если есть вопросы я готов ответить но я не знаю реально как подкапотно это как как подкапотно полностью у него все работает я знаю есть у хадупа сяшный драйвер достаточно старая разработка чуть ли не там две тысячи тринадцатого четырнадцатого года и она апдейт делает таким образом то есть она изменяет дату и изменяет значение записи в хадупе вот таким образом там происходит подкапотно так все работает более подробно я могу только сказать тогда когда скачать этот драйвер ты имеешь в виду хадупе это файл какой-либо файл который лежит на hdfs да на hdfs она изменяет нему вот эти обгортки которые связаны с табличками с его вархаус табличками типа дата создания дата изменения дата записи и так далее то есть как то она там работает я честно я не не могу сейчас сказать через какой хендер и как этот хендер у него построен на базе чего он сделан но он работает и то что видел у мультикор на не используют действительно старые старые сяшные разработки старые сяшные драйвера дописывают и допиливают но работает можно даже к ним зайти на сайт у них на сайте это все почитать не там сделали себе даже какую-то там облачное решение для переноса через их прокладку данных из пример того же самого хадупа до какой-нибудь oracle нонсенс но блин почему нет ну тут не совсем понятно все таки как он с файлами может что-то делать и если поверхность если хочешь штука то может быть он и аппетит а если это просто файл то ты знаешь я я даже не сам устало это интересно сейчас что пообщались да я думаю может быть на следующий недель я думаю на выходных я разверну хадуп какой-нибудь себе поставлю его и кину него в раппер посмотрю как он будет работать то есть но основная задача в раппер о том чтобы транслировать стандартный sql qwery его можно транслировать в принятый на другой стороне языка то есть мы делаем т.п. collections find о тот прийти да вот вот это мы вот вот это меняется на со стороны скилана select звездочка from табличка v и так далее вот вот в чем сама идея всего в раппера то есть это в том что человеку не надо там заморачиваться изучают что-то там дополнительное все просто на и скреле получить данные окей спасибо пожалуйста а еще такой вопрос а ты не не знаешь ой раньше такие оракова были гетерогенные сервисы они тоже позволяли из оракова ходить в другие базы это таблинки были у них и сейчас они остались но сейчас они очень круто изменено потому что в 12c1 стандартно уже когда они пришли к контейнерной схеме внутри контейнера дабллинк нельзя построить без указания у верхней управляющей схемы ну дабллинк это как интерфейс ну да дирогенный сервис это вот типа коннектора о котором вот эти их сервисы развиваются или они там под капотом там лежит то же самое дабллинк который имеет кучу написанных gdbc коннекторов к различным средам у них есть поддержка каких-то новых новых кирпас ты не знаешь смотрю нету тему вообще что я видел видел в продакшене они ходили через контейнер верхнего уровня на influx скорее все есть то есть под капотом более более чем под капотом там находится gdbc то есть то что мы можем сделать в каком-нибудь gdbc коннекторе указывает gdbc айпишник не знаю к примеру порт 5432 название базы там юзер пароль да так она пойдет как какая внутри там урм к работает я не скажу сейчас но рм там любом случае есть потому что у них все запросы спрятанные спасибо не за что вот с вопросом 3 вопросам уроков готов проконсультировать даже позже до того что могу там напряжь ту же самую лауру если не будешь то важно чтобы она не что